Всем привет и хорошее настроение, с вами Рэй и мы продолжаем с вами проходить игру Хастл Кастл. Это новая игра, насколько вы знаете, и сейчас я зашел в свою казарму. Здесь у меня лучник, мечник, и думал, что могу что-то построить, но я ошибся. Ладно. Так, карта, карта у нас пройдена 4 уровня из 14. Ух, сколько у вас здесь много, ребята. Я боюсь, своими двумя юнитами я вас не осилю. Значит, надо что-то нам думать, еще я в ней не совсем разобрался в этой игре. Будем потихонечку так же продолжать. Может быть улучшить ее? Так, а что здесь? Необходим 3 уровень тронного зала. Замечательно просто. Да как мне отдалить экран-то, а? Приблизить приблизил, а отдалить не могу. Ну, так меня не очень устраивает. Так, казначей у меня тут денежек не заработал, но это хорошо. Ага, вот как. Надо было повторно нажать на экран. Двойным кликом. Ясно. Что-то у меня как-то маловато. Народу комнат много, толку пока от них никакого. Два кристалла заработал. Непонятно за что, кстати. А ну-ка иди-ка сюда. Нечего тебе там подметать. А ты-то куда побежал? Эй! Нет, ты останься здесь. Ага, ясно. Значит, я не могу сюда трех юнитов поставить. Только двух. Для этого мне нужно увеличить его. Чтобы еще добавить. А для этого нужно увеличить тронный зал. Знаете, на что она похожа? Я теперь понял. На Fallout Shelter. Вот. Уж больно сильно похожа. Даже сказать один в один. Те же самые перестановки. То же самое строение. Я даже не удивлюсь, если здесь будет так. Теперь построить. Блин. Быстро промотал. Так, поддержка. Увеличение числа жителей. Вот как раз. И снова немного магии, чтобы ускорить постройку. Давайте ускорим. Это я получил. Если отправить в жилую комнату двух подных, в замке могут появиться дети. Никто не знает, откуда они берутся. Но это работает. Ребята, вот этим самым действием сейчас показало точную копию того, что она идентична Fallout Shelter. Только на средневековую тему. Отличная работа. Дайте в вашем подданном время. И замок наполнится детским смехом. Милор, теперь вы можете построить новые комнаты, улучшить те, что уже есть. Главное, улучшать казарму и оружейную. Это значительно увеличит вашу боевую мощь. Спасибо тебе, мудрец, за подсказку. 9 плюс 3. Ну что это за нищенский доход, да? Ребят, мне не нравится. Ага, вот я и могу улучшить казарму. То, что мне надо. Блин, как... А я могу, в принципе, наверное, ускорить. А вы что тут занимаетесь? Я смотрю, ты там ей втираешь-то по ушам. Молодец, мужик. Так держать. Не подведи нас. Мы надеемся, что скоро у вас появятся малютки. Так, забрал я денежку. Переходим сюда. А что здесь у нас? Столовая. Ее можно тоже увеличить, улучшить точнее. Ну, у меня в то же время строится казарма. Опять все за кристаллы, да? 14 кристаллов. Да, ребята, с кристаллами здесь будет туго. Я смотрю, они здесь идут вообще на все. Сундучок. У меня здесь ничего нет хорошего. Интересно, как долго ты там будешь объясняться ей в любви, парнишка? Так, иди сюда, моя красавица. Я хочу тебя поставить в ряды моих легендарных бойцов. Единственное, что надо бы тебя, наверное, приодеть маленько. Так, необходим четвертый уровень тронного зала. Все на тронном зале замешано. Так, давай-ка мы тебе доспешки наденем. Ах ты, елки ты палки. Пятого уровня надо. А вот этот лук можно надеть. Хорошо. Пускай тогда остается так. Ты будешь у меня лучником. 9 плюс 3. Ну, ты как-то несерьезно. Оружейная. Что мы можем сделать с оружейной? Улучшить ее. А что нам это даст? Я не знаю, честно говоря. Так, госпиталь. Восстановление здоровья. Столовая. И производство золота. Это у нас пока все, ребята, есть. Три сундука. Нет, спасибо. Такие ценники я как-то перебьюсь. А вот госпиталь, даже не знаю. Что он дает вообще по своей сути? Восстановление здоровья. Чего? Кому? Когда? Для чего? Это все надо проверять нам, ребят. Давайте поставим ему сюда. 19 минут. Ядрена ты, Воша. Это не сладко. Не сладко нам придется. Так, что ты такой недовольный здесь? Ага. Что это за улыбочки летят? Я тоже не могу понять. Ну что, давайте, наверное, попробуем с вами ворощи леса сходить. Была не была, как говорится. Чего, мы зря что-ли юнитов добимали. Так, у нас три. Два лучника и один мечник. Давайте посмотрим, как они в бою. Так, ну, мечник у меня хорош. Ой, а тот-то лучник у меня уже все, упал. Ха-ха, бедняга. Долго он не повоевал. Ну, а то это понятное дело, что он был слабенький, не одетый. Чего, ему только один лук дал и все. Но, тем не менее, мы победили. Получили 400 золота и один сундук. Давайте мы сейчас с вами все... Так, устроившись нам засаду орки, получили по заслугам. Отличная битва, сэр. Спасибо себе, Дональд Трамп. Хе-хе-хе-хе. Так, 10 плюс 3. Забрать награду. Какой-то доспешек. Сэр, ваши войска в плохом состоянии. Бойцы не помнят воинский устав и отрастили животы. Ну, это непорядок. Пора отправить их на тренировку вооруженную. Иначе они не то, что принцессу не спасут, а их самих спасать придется. Вот здесь я с тобой согласен. И что вы мне прикажете делать? Я так понимаю, что оружейная. Он мне показал оружейную. Мне ее надо что, улучшить или... Ну-ка, иди сюда. Давай проверим хотя бы. Для проверочки тебя отправим. Что ты будешь делать? А, у нас сундучок. Давайте-ка вскроем его и посмотрим, что здесь у нас есть. Так, 477 золотых. Ну, как вы поняли, золото здесь тоже нужно для чего. Пока я не помню, если честно. Так, ну что, барышня у нас пришла. А, и что она будет делать? Пока она просто стоит. 4 тысячи золотых. Ну, теперь мы знаем, куда нам нужно золото. На улучшение наших комнат. Там 18 минут еще клепать ему, а? О, а девчонка-то у меня фехтованием там занялась. Значит, она должна, по идее, развиваться. Ладно, это мы увидим немножечко попозже. А тебе надо одеть до спешек. Ну, как так? А от третьего уровня. Где ж я тебе это добуду? Интересно, сколько в тренировочную комнату может зайти людей? 250 золота удалить. Да что ж такое, все заняты. Почему у меня только один рабочий, а? На весь мой замок. Где их можно нанять или купить? Так, тронный зал. Это что у нас такое? О, ребята, это трансформация моего замка. То есть я могу переставить все комнаты в любом режиме, как мне захочется. И я вот единственное, знаете, что думаю? Есть ли здесь такая возможность, как в Фоллауте, объединять комнаты, например, два тронных зала, чтобы они стали более усиленным залом? Это мы проверим, наверное, немножечко попозже. Так, что, давайте перейдем на 300 золота. И что они хотят? Они хотят, чтобы я опять что-то улучшил. 12 этих, ладно, бог с ним. Госпиталь у меня построился. До сих пор не пойму я для чего. Ну, предполагаю, что, наверное, здесь будут лечиться. Так, Ярослав, что ты у меня тут стоишь? Ты у меня полностью... Ты кто, казначей, да, по идее? Но с мечом нельзя тебе ничего надеть, потому что у меня слишком слабенький еще. Ладно, как... О, смотрите, у девчушки боец с пятого уровня стал. Ну, вы знаете, что это говорит? О том, что я могу поставить вот эту великолепную броню. Ух ты, как она стала выглядеть. Мне это очень нравится. Так, а теперь, наверное, тебя отправим в казарму. А что если мне лучше-ка туда отправить, а? Будет он так же быстро развиваться или нет? Единственный способ это узнать, отправить его туда. Так, ему нужно... Ему нужно как минимум третий уровень набить, чтобы он мог надеть более мощное оружие или броню. Что это за улыбочки? Что они дают? А, в принципе, я понял. Если это как в Фоллауте, это счастье. Ну, насколько счастливы мои жители моего замка. Так, ну здесь ничего я построить не могу. Опять тронный зал пятого уровня нужен. А на него очень много ресурсов надо. Да, ну, тем не менее, мне это очень нравится. Я вообще обожаю такие игры. В Фоллаут Шелтер играю до сих пор. Очень хорошо там развит. Давайте поменяем местами. Ты уже у меня такая более-менее раскачанная. Пойдешь вниз, а слабенькую я отправлю наверх. Пускай, подкачается, наберется силенок. Потому что следующие бои, я думаю, будут у нас более жесткими и серьезными. Так, а в этот момент нам чем-то надо заняться. Давайте глянем на карту. Кстати, вы заметили, что игра еще до сих пор в разработке. Как сказали программисты, они ее будут развивать и улучшать. Так что, если они пойдут в нужном направлении, я... Видите, вот в разработке была там нижняя локация. Думаю, будет у нее хорошее будущее у этой игры. Как у Фоллаута Шелтера. Очень много игроков. Так что, я надеюсь, они сделают здесь онлайн режим. Битвы, схватки и все это, ну, что полагается. Чего не хватало в Фоллауте. Так, ну что же. Так, эти у меня тренируются. Казначей у меня добывает все монетки. А тренировка у них оканчивается на том моменте, пока не появится значок над головой. Жалко, здесь не видно, где у них опыт идет. Было бы так немножко получше. А эти все у меня стоят. Все стоят. Детского хохота я не вижу и не слышу. Жаль. Может быть, комнатка маловато. Вроде спаренка есть у них там, кроватки, все как полагается. Куда они там, правда, будут бежать, я не знаю. В Шелтере вы помните. Ох ты, боец, у меня пятого уровня стал. Иди сюда, красавчик мой. Я думаю, ты заслужил у меня апгрейд в плане одевания. Сейчас мы тебе оденем хороший лук. Подожди, какой лук? У меня же не лук. Так, ну что, по счастью, у меня сто процентов. Это хорошо. Значит, никакой революции здесь не произойдет. И смуты. Давай-ка мы тебе оденем... Во, вот эта вот броня. Посмотрите, какое преимущество. Я, правда, не знаю, совместима ли она с луком. Точнее, будет ли какие-нибудь там бонусы на это влиять. Но, тем не менее. И ты у меня выучил третьего уровня. Вообще шикарно. Давай беги сюда, в казарму. Мы тебе тоже что-нибудь найдем, наверное. А что мы ей найдем? А, ну мы наденем ей старую броню этого толстячка. Да, так и сделаем. Какие вы у меня красавцы, а. Ну, теперь вы действительно похожи на рыцарей. Так, давай-ка, оденем. Подождите, а... Тут нужен шестой уровень. Точнее, получается, что я из любого юнита могу сделать и мага, и лучника, и воина. Путем перестановки оружия. Ну что, охотничья... А, разбойничья пушка. Ну, давайте попробуем... Нет, у меня Аврора... Да, видите, что пишут. Не полностью восстановили здоровье. Нам надо вернуться в госпиталь, наверное. И отправить эту девочку в госпиталь. Ну, я надеюсь, что сработает все. Так, а тут 31 секунда осталось до постройки у нас. Столовой. Как вы видите. Можно улучшить, улучшить, улучшить. Это мы все сделаем немножечко попозже. Здесь пока у нас ничего нету. Не, ну как же вы там долго беседуете, а? Ребята, давайте-ка-то ускорить этот процесс. Я хочу пополнение юнита в себе. Так, ну что, красавица, ты у меня выздоровела или нет? На кочку хочешь прилечь? Ах, ты засвистела у меня, свистулька. Так, новый уровень я получил, четвертый замка. Вот это вот хорошо. Да, красавица, красавица. В зеркало можете смотреться. Ах, ты еще и побухиваешь. Ну, тогда возвращаться тебе надо обратно в строй. Это ты уже начинаешь там в разгул идти. А мне это не нужно. Так, что там? Ты, наверное, утомилась, да? Он тебя там загрузил по полной программе. Так, улучшите столовую. Новый. Постройте оружейную. Так она же у меня... А, милорд, строите оружейную в замке завершено. Теперь вы можете отправить туда бойцов для повышения их мастерства. Спасибо, мудрец. Ну, я уже это... О, подождите. А это что тут происходит? Что такое? Вы только посмотрите. Прикольно. Чувак достал кошку и защищается. Ей надо помочь, наверное, я так понимаю. Хотя, пока я тут думал, он сам справился. Блин, вот это замечательно было сделано, да? Против крысы он достал кошку. Которая, соответственно, крысу эту и убила, или прогнала. Давайте пойдем с вами на карту и попробуем замочить этих орков. Да, их много. Тут у них и маг, и два мечника. Но мы справляемся. Смотрите. Смотрите, как замечательно. Лучники палят в меня. Соответственно, дальняя моя защита вообще не тронутая. Ну, единственное, что немножко вот опять траванули ее. Но это не беда. И мы их завалили. Что нам дают? Четыре золотых и сундучок. Ну, в сундучке наверняка... Так, выходя из игры, разместите ваших бойцов в казарме. Только находясь там, бойцы будут защищать замок от других игроков в ваше отсутствие. Ребята, а все-таки здесь, как вы понимаете, будет у нас атака игроков друг против друга. ПВП, короче. Так, что у нас здесь? Это же просто замечательно. Счеты какие-то. Добыча ресурсов в час. Это для чего? Куда? Так, яблочко. Интересно. А что мне с этими счетами вообще делать надо? Нет, как же вы долго. Может быть, ты не подходишь ему, а? Ё-моё, вы, ребята, видели, какой ценник они загнули за повышение следующего уровня? Мне таких денег, наверное, никогда не собрать. Такими темпами. 9 плюс 3. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте немножечко улучшим, что ли, свое казначейство. Так, вместимость 20 тысяч. Ну, там, конечно, в разы больше показали. Так, а что значит враги один? Ловкач у меня какой-то. Хантер. Хм. Так, а он здесь что? Один получается? Ну, я думаю, одного-то мы завалим сейчас, по-быренькому, да? Ух ты, еще 2 юнита мне прибавится. Если мы его одолеем. Ловкач. Смотрите, мы его разбираем. И причем довольно легко, непринужденно. Все, Сляк, отдохни. А вы идите ко мне, мои красавцы. Ох ты, я еще получил синий сундучок. Я хочу его непременно вскрыть и посмотреть. Так, сэр, теперь вы можете отправить ваших ранних бойцов в госпиталь, где они восстановят здоровье гораздо быстрее. Мудрец, ты, конечно, все хорошо, но с опозданием немножко идешь, потому что я уже давным-давно в этом разобрался. И теперь мы отправляем тебя в госпиталь. Иди лечись. Так, счастье, счастье, нет предела. Что-то недовольный, кричит там, непонятно почему. Видно, она не хочет с ним что-то там делать. Давайте вот так вот сделаем. Один у нас пойдет в этот, на склад. А другая пойдет в столовку. Замечательно. Яблочки заберем. Да, тут точно так и есть, как в фоллауте. Тут должен каждый человек занимать определенный свой пост, чтобы шли соответствующие бонусы. Забрать награду. Забрали. И больше пока ничего, да? Два сундучка у нас. Давайте мы вскроем, наверное, синенький. Что дадут? Дайте хорошенькому что-нибудь. Я жажду хорошенька. Лук. Я надеюсь, этот лук хорош. Лучше предыдущие. И 462 золотых. Давайте глянем, где мой лучник. Что-то он опять недовольный. Температура у него что ли? О, да. Да, этот лук будет лучше. Мы его, соответственно, оставляем. Да кому же эта штука-то надо, да? Счеты. Подождите, ребята. У нас казначей. А почему он с мечом? Наверное, надо ему отдать счеты. Вот оно что. Ёлки-палки. Ну, не зря говорится. Век живи, век учись. Теперь он будет приносить побольше дохода. А тебе, родная, ты у меня кто? Ты у меня поваренок, по идее, да? Ну-ка, давай-ка. Вот оно что. Вот она, где собака-то была зарыта. Теперь она у меня повар. И будет приносить больше еды. Так же, как и казначей. И еще один сундучок мы получаем. Давайте, наверное, его сейчас глянем. Прогресс 1 из 6. Не знаю, о чем это говорит. Ну, все. Это узнается в скором времени. Ну, ага, 465. Что-то у них определенная какая-то фиксированная сумма с этих сундучков выпадает. Наверное, оно так и должно быть. Пока никто... Интересно, а здесь можно будет призывать юнитов, чтобы они приходили в мой замок? Ну, помните, как в той игре. Так, аллея героев. Раз, два, три, четыре. Так, два лучника, защитник и маг. А у меня все здоровы целы? Так, обжорка. Что мы с тобой будем делать? Давайте поменяем. Может быть, все-таки дело в том, что он действительно не подходит ей. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Куда? Ну да, естественно. У меня же в этом здании могут храниться только три юнита. Ну, а увеличение требует увеличения тронного зала. Все взаимосвязано. Так, ну-ка, одень-ка, примерь. И лук тебе. Будешь у меня лучником теперь очередным. Главное, Матвеюшка, не подведи меня. А почему у тебя так мало жизней? Кто тебя покоцал? Тебя, видимо, оторвали от беседы, и ты, бедненький, у меня расстроился, что хотел на себя наложить руки. Даже не думай об этом. Это самое последнее дело. Так, беги в столовку, а ты, родная, иди сюда. Ты мне нужнее, потому что какого ли что-то там будешь у меня стоять? Такой замечательный воин. И будет стоять в погребке. Меня это не устраивает. Надо собрать яблочки. 9,3. Ну, конечно, мало еды. Я так понимаю, еда у нас тратится за то, что они здесь сидят. И пируют в моем замке. Ну что, рискнем или нет, а, ребят? Давайте попробуем. Если получится, будет хорошо. Ух ты. 4 орка. И опять та же самая схема. Мечник. Маг. И два лучника. Ребят, как вы понимаете, я здесь ничего не делаю. Здесь юниты делают уже сами весь бой. Единственное, что я так полагаю, когда мы откроем школу магии, я могу использовать усиление, магию и тому подобное. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как же так, ребята? Ну, я надеюсь, ты у меня не умерла окончательно. И в замке восстановишься? Ну да, это хорошо. Это радует просто. Ну, немножко покоцанное. Иди-ка в госпиталь сбегай. Немножко начинаю путаться, конечно. Тут уже такой замок вроде бы расстроенный. Откроем. И что дадут? Ага, мне дали. Знаете, что? Этот костюмчик напоминает костюм лучника. Робин Гуда, так сказать. Так, родная моя пока добежит. Восстанови здоровье сама по себе. Да, ну, видимо, это уже на более серьезных этапах, когда очень хп будет много и придется очень долго ждать. А ты давай иди сюда. Будешь тренироваться у меня. Толстячок. Пухлячок. Так, яблочки. Десяти три. Тринадцать. Хорошо. Ну, все, все, все. Начинаешь уже прихорашиваться. Да, не зря тебя зовут Краса. Иди сюда ко мне. В казарму. Нет. Что-то тут не залаживается отношение у этих ребят. Не дождемся мы про детей никаких. Ну что, ребята. На этом я, наверное, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующей серии. Всем пока. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...